МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жизнь, как американские горки". Признание государством и гонение на ближайших людей. Счастливая семья и самоубийство. Все эти события были в недолгой жизни художника Моисея Гамбурта. Он родился в Кишиневе 2 октября 1903 года в семье Хаима и Фриды Гамбурт. Увлечение мальчика рисованием не соответствовало еврейским традициям. Отец видел Моисея врачом, юристом, инженером, но никак не художником. И все же Гамбурт поступает сначала в Кишиневскую рисовальную школу, потом в художественное училище. После его окончания отец вновь напоминает сыну о своем видении Моисеева будущего. Инженерия и точка. Гамбурт наперекор поступает в Брюссельскую Королевскую академию искусств. Лучшие места в мастерских живописи и рисунках достается, соответственно, лучшим ученикам. А ведь от ракурса зависит конечная композиция, которая оценивается педагогами. Поначалу Моисей стоит где придется. Перед выпуском он уже сам выбирает место. Жизнь в Брюсселе откладывает след на его облики. Европейский лоск не может стереть даже работы на виноградниках отца после возвращения в Бессарабию. Летом он работает в поле, зимой в живописной мастерской, что пишет чаще всего тех, кто его окружает – крестьян. Он жесткий реалист. С 1938-го Моисея вместе с супругой Евгенией живут в Бухаресте. Художник уже известен. После присоединения Бессарабии к Советскому Союзу гамбурды вернулись в Кишинев. В Европе в эти годы евреев ждала незавидная участь. Молодые художники с энтузиазмом погружаются в новую утопию. Они в первой тройке вступивших в Союз художников МССР. Затем – начало войны, спешная эвакуация. Родители Моисея остались в Бессарабии. Уже после возвращения гамбурд узнал об их гибели. Это стало одним из главных потрясений в жизни художника. Свою боль он вложил в образ матери на картине «Проклятие». Ее Моисей, или, как подписывается Макс, гамбурд создал после возвращения на родину. За волной похвалы успеха следует жесткая критика. В своих портретах он не дал полного раскрытия духовного мира передовых людей Молдавии негодуют критики. Ведь гамбурд верен себе. Он – жесткий реалист. В то время, как гамбурду вручают Орден Трудового Красного Знамени, его супругу Евгению исключают из Союза художников за творческую пассивность и формализм. Художник тяжело переживает борьбу с космополитизмом и деловрачей. В число врагов попадают его ближайшие друзья. В 1954 году в Кишиневе проходит очередная персональная выставка гамбурда. Никто из присутствовавших на ней даже представить себе не мог, что спустя полгода известный художник покончит с собой. Что стало последней каплей в его чаше терпения, не знает никто. На похороны Моисея Гамбурда осмелились прийти единицы. Менее чем через два года умерла его супруга Евгения. Страшная своей реальностью история людей, веривших и надеявшихся, разочарованных и раздавленных системой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова